Гель-Хатун приходила с визитом к Махидевран-Султан. Однако, поняв, что не сможет ничего получить, она пошла к Гюльфэм-Хатун жаловаться. Гюльфэм непременно доложит обо всём повелителю. Махидевран из этого не выпутаться. Это её последняя ночь. Конец её правлению. Но пускать всё на самотёк нельзя. Махидевран раньше времени не уступит. Попробует заставить Гюльфэм молчать. Сюмбюль, будь внимателен. Гюльфэм может понадобиться наша защита. Госпожа, я давно уже тебя жду. Ты говорила с Ракель-Хатун? Ты теперь всё знаешь? Что вы наделали, госпожа? Как же вы могли вовлечь Гарем в такие расходы? Да ещё и накануне большого похода. В Гареме есть правила, обычаи. Вы ни во что их не ставите. Следи за своим языком, Гюльфэм. Да как ты смеешь говорить со мной подобным тоном? Я говорю так, потому что речь идёт о чести Гарема. Ракель-Хатун думала идти к Гадию. Это мой долг. Он никого не касается. В таком случае заплатить ей госпожа не то, не то что. Жаловаться пойдёшь. Моя служба требует отчитываться перед повелителем. Если я утаю ваш позор, то стану вашей пособницей. Ты что, это смеешь мне угрожать? Если бы я хотела, давно бы обо всём донесла. Немедленно выплатите долг госпожа, иначе я иду к повелителю. Госпожа, где ты ходишь? Опять куда-то пропала. Госпожа, знали бы вы, что случилось. На меня напали. Гюльшах во дворце. Гюльшах? Она-то что здесь делает? Хюрем Султан её сюда привезла. Она теперь ей служит. Этого не хватало. Госпожа, что-то ещё случилось? Гюльшах Мхатун приходила. Ракель ей всё рассказала. Не сегодня-завтра всё дойдёт до повелителя. Она так и сказала мне. Мы не можем этого допустить. Что прикажете мне сделать, госпожа? Не волнуйся. Пока ты будешь рядом со мной, тебя не смогут выгнать из гарема. Главное, не повторяй своих прежних ошибок. Я так благодарна вам, госпожа. Я никогда не подведу вас. Гюльшах? А ты почему опять здесь? Как тебе хватило дерзости явиться сюда? Госпожа, но я… Я ей приказала. Ты имеешь что-то против? Да кто ты такая, чтобы угрожать самой Махидевран-Султан? Так будет с любой, кто встанет на её пути. Умри. Что происходит? Гюльшах Мхатун. О, Аллах, вот беда. Люди, быстрей ко мне! Скорей, скорей! Вот так! Так, ты за лекарем! Живей, живей! Не ты решаешь, кому здесь быть, Хюрем. Я этого пожелала. И ты мне не указ. Гюльшах выгнали отсюда за провинность. Пока я не разрешу, она не вернётся. Эта женщина уйдёт сейчас же. Махидевран, сейчас же выйди вон. Больше не входи сюда без приглашения. Хюрем! Жалуйся, кому хочешь. Чего ты ждёшь? Отныне Гюльшах будет мне прислуживать. Ну, как знаешь, Хюрем. Будешь объясняться с повелителем. Да. Повелитель. Говори. Сюмбюляга велел сообщить. Гюльфем Хатун подверглась нападению. Она в тяжёлом состоянии. Кто осмелился на это? Мне неизвестно, повелитель. Гюльфем Хатун отправили в лазарет. Что случилось с лицом Гюльшах? Наверняка она подралась с кем-нибудь в старом дворце. Но ты ведь здесь ни при чём, верно? Нет. Что вы? Не хочу видеть её здесь, Фатьма. Мы должны от неё избавиться. Госпожа. Что ещё? Гюльфем Хатун. Повелитель. Гюльфем Хатун, как ты? Всё хорошо. Ничего страшного. Как ничего? Кто это сделал? Не знаю. Не видела. На меня напали сзади. Симбюль, ага, убийцу. Спугнул. Это меня и спасло. Симбюль, кто предатель? Клянусь Аллахом. Не разглядел. Сразу сбежала, проклятая. А поскольку я был занят Гюльфем Хатун, то и не смог за ней погнаться. Кто мог желать тебе зла? Если знаешь что-то, скажи. Говори. Не взять бы грех на душу, повелитель. Но девушка, что на меня напала, кое-что говорила. За то, что ты угрожала. Мохидевран Султан, ты должна умереть. Мохидевран приказал это с тобой сделать. Что вы не поделили? Я хочу видеть государя. Доложите. Его сейчас нет, госпожа. Вот оно что. И где же он? Зайди ко мне. Гюльфем Хатун, Мне только что сообщили. Как ты? Уже лучше. Благодарю, госпожа. О, Аллах. Кто сотворил с тобой такое? Кто это сделал, увы, нам неизвестно. Однако злодейка кое-что сказала. Она произнесла имя. Чьё это имя? Как ты могла, Мохидевран, теперь ты в Гюльфем видишь соперницу? Простите, но я не знаю, о чём. Гюльфем кто-то пытался убить. И если верить словам убийцы, приказ отдала ты. Что вы? Клянусь, я тут ни при чём. Моей вины в этом нет. Что, Гюльфем Хатун солгала? Изменница, что пыталась её убить, назвала твоё имя. Это хитрый заговор. Они хотят свалить всю вину на меня. Как вы могли поверить в эти сказки? Да и зачем мне это? Клянусь вам, всё это ложь, клевета. А то, что гарем погряз в долгах, это тоже клевета? Разве ложь то золото, что ты взяла в долг у еврейки? Это правда, только... Ты боялась, что Гюльфем пожалуется мне. Государь, поверьте. Поручая тебе гарем, я знал, что у меня могут быть неприятности. Но мне хотелось дать тебе ещё один шанс. Шанс начать всё сначала, исправить свои прежние промахи. Но ты им не воспользовалась. Мне жаль. Я лишаю тебя должности, иди к себе. Повелитель! Иди в свои покои, как я велел. Повелитель! 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 Хюрем снова нанесла удар. Она покрыла меня позором. Мне теперь в жизни не смыть с себя это пятно. Меня лишили должности. Кто знает, что теперь меня ждёт. Ибрагим, заклинаю тебя, сделай что-нибудь! Ибрагим, ты ведь поможешь мне? Замолчите. Я больше не хочу вас слышать. Вы сделали глупость. Так смиритесь. Я не стану больше исправлять ваши ошибки. Ты кричит. Ура. 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 Это ты подстроила, верно? Эту западню. Не стану отрицать «да», это моих рук дело. Теперь, когда твой сын далеко, защищать тебя больше некому. Поздравляю. Тебе удалось. Меня лишили должности, и здесь не оставят. Махидывран, не вини меня. Я предупреждала тебя, просила уступить мне, но ты не послушала меня. Ну что ж, тебе всегда не хватало благоразумия. Теперь тебя ждёт спокойная и размеренная жизнь в Манисе вместе с сыном. И что же теперь будет? Ты будешь управлять гаремом? Ибрагим Паша никогда этого не допустит. Ибрагима Пашу никто и не спросит. Ему сейчас своих забот хватает. Ты о чём это? Скоро всё узнаешь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА